В 20 километрах от крымской столицы расположилось живописное село Тавдаир. В старину оно процветало, а сегодня здесь царит запустение. Но как минимум раз в год Тавдаир оживает. В конце августа в селе проходит встреча бывших односельчан. Ателяй Джекильдиев помнит каждую улочку родного села Тавдаир. Ему было 9, когда советская власть по надуманному обвинению преступно депортировала всю его семью в Среднюю Азию. Знатный род Кадризаде тоже проживал в селе Тавдаир. И кмече Милова с гордостью рассказывает о своих корнях. Мені харпабаларым бұк ойны пек мишур адамлар олған. Мені харпабаларым бұк ойны пек мишур адамлар олған. Специально ко встрече односельчана Скендер Ильясов составил родословную и собрал в ней 10 поколений. Мені харпабаларым бұк ойны пек мишур адамлар олған. Мені харпабаларым бұк ойны пек мишур адамлар олған. Мені харпабаларым бұк ойны пек мишур адамлар олған. В селе сохранился источник, который в 1907 году облагородив Акимка Дризаде. Его потомок Зубиир подготовил проект реконструкции старинного чашме и уже приступил к его восстановлению. Мы даже и не думали, что он сохранится. Узнали через стариков. Нам они уточнили, что это действительно Чешмя Акимахая. И наша инициативная группа, я, мои дяди Эмджелер, решили его реконструировать. Придать ему облик, материалы уже все есть, все готовы. Осталось только это все собрать. Нет, нет. Мы не должны быть вреден. Мы должны быть вреден.